22 года назад в моей семье случилась одна история мы жили в старом доме нашего прадеда бабушки и крыша наша была покрыта камышом эту историю ск рассказывал но вы поймете почему она сейчас безумно актуальна и так случилось что она начала протекать и было принято решение добыть шифер и собственными силами связи с тем что не было денег для того чтобы оплатить строительным снять этот камыш как оказалось это очень много это горы это на крыше одно видится когда ты снимаешь это оказывается непростое дело его многое когда мы его заторбанили на огород и сожгли то там еще три года ничего не рождалось на этом месте потому что костер был страшный из божьей помощью в осенний период мы начали крыть крыш старый дом это означает казахский дом значит плетеночка тын из слева справа набрасывалась глина потом это равнялась и дом был экологичный дом был теплый зимой прохладный летом но если его раскрыть крышу и пошел бы дождь то я думаю наверно был бы миллионник в тик токе потому что это дом бы развалился если бы это снять но наша семья рискнула пошла на шах и заключительная фаза очень такая был рубеж связан с праздником покровы ходили тучи большие и родители мне говорили андрей давай помогай давай я говорю мама папа его спрошу мне надо пойти на все ночные деньги не надо пойти на литургию праздник я очень болел храмом сейчас я купаюсь в лучах славы и соборной жизни при владыке раньше ты посвящала максимум один-два раза в неделю храм и это было чувство которое очищало вдохновляло давал вообще желание жить и в этот праздник я все-таки пошел не послушался родителей постоянно службе и очень молился богородица чтобы она заключила небо и не пошел дождь и вот интересно когда я вернулся домой я стал помогать после службы и мы забили последний шифер и пошел дочь пошел дочь и пошел сильнейший дочь и я помню это для нашей семьи был огромный праздник и вот к чему я ничего не изменилось прошло 22 года и в моей жизни та же самая ситуация сейчас раскрыт наш собор сейчас не меньше проблем и запрос помощи божьей матери такой же самый и всегда так было во все времена и мне легче сейчас и спокойнее что с божьей помощью ваши другие братья и сестры тысячи людей поучаствовали в организации финансовой помощи через наш канал и крыша накрывается я в ближайшее время покажу вам это фантастику который там сейчас происходит и как это удивительно тогда и сейчас я прошу богородицу чтобы она заключила небо чтобы пришел дочь и чтобы она помогла помогла сделать крышу тогда в моем детстве сейчас когда я взрослым это то что я хочу сказать матерь божья слышит мы грешные мы недостойные дьявол всегда нас искушает дьявол всегда нас мочит чтобы мы страдали унынием маловерием но это нужно отбивать такими жизненными историями которые вот лично у меня я думаю вас тоже таки были обязательно напишите о своей жизни как божья матерь покрывает вас вашу семью в жизни и в заключении хочу сказать что сегодня огромный праздник мы послужили огромную службу прекрасную и низкий поклон нашему владыке за такое чудо и заключение хочу попросить помощи отцу василию со слободки он едет на замену сустава его мамы мама верующий человек уже меняли один сустава не просили мы тогда чтобы собрались 120 тысяч нужно еще 50 еще отец александр просит черниевская епархия кольца мы уже один сустав помогали ему нужно еще 100 тысяч поэтому я оставляю реквизиты давайте поможем в честь праздника и отцу василию маме и отцу александр с вами был жизнерадостный диагон пускай божья матерь живет нашем сердце всегда помним что она есть и по кровью хоть мы не видим своими человеческими глазами но мы чувствуем его сердцем душою и всем телом